Банк России провел день открытых дверей в 70 городах страны. Участие в акции приняли и представители республиканского отделения. Подробности в сюжете Артур Мхце. Как работает банковская техника? Как определить подлинность купюры? Можно ли на руках перенести с места на место 1 миллиард рублей? Ответы на эти и многие другие вопросы эти школьники из Черкеска теперь точно знают. В 70 городах страны прошел единый день открытых дверей Банка России. Для нас это возможность рассказать гостям о прошлом и настоящем финансовой системы, о современных цифровых технологиях, инфляционных процессах. Ну а для жителей Карачао-Черкесии это уникальный шанс побывать в здании территориального учреждения Банка России, проход в который для них в остальные дни, как правило, закрыт, узнать много нового, повысить свою финансовую грамотность. Посетители отделения Банка России могли выбрать себе активности по душе. Кому-то интереснее посмотреть на работающую банковскую технику. Другие мечтали бы научиться распознавать поддельная купюра или настоящая. Третьи давно хотели повысить свою финансовую грамотность. Работники банка смогли удовлетворить любопытство каждого. В данной локации представлены разные, так сказать, объемы наличности. Вот в такой минимальной – это корешок. То есть 100 штук – это стандартный корешок для банкнот Банка России. 10 корешков – идет полная пачка. Это инсталляция того, как выглядит 1 миллиард рублей. Сможет ли его унести с собой один человек? Все зависит от способности поднимать вес более 200 килограммов. Впечатлениями от экскурсии поделились учащиеся образовательных учреждений. Мне очень нравится эта экскурсия. Тут показывали много разных экспозиций денег. Показывали в сравнении, как выглядит 5 миллионов, 20 миллионов, миллиард. Показывали, как отличить настоящие деньги от фальшивых. Потом нам показывали стенд, где нужно было на внимательность отличить настоящую купюру от фальшивой. У меня получилось неплохо. Я ответил на два из трех. Центральный банк Российской Федерации. По-другому он еще называется Банк России. Если где-то вы услышите разные наименования, это одно и то же. Второй уровень – это уже все остальные банки, коммерческие банки и кредитные организации. В музее отделения Банка России можно проследить, скажем так, эволюцию купюр. Как они выглядели в стародавние времена? Почему менялись? Все, что нужно знать молодежи о взаимодействии с кредитными организациями. О том, какие схемы применяют мошенники для отъема денег у доверчивых граждан. Как не попасть на удочку охотников до чужого добра. Какие проекты банк реализует совместно с государственной телерадиокомпанией «Карачаево-Черкесия». Это и многое другое посетившие день открытых дверей люди смогли узнать во время лекций под руководством экспертов банковской сферы. Артур Мкцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.